Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Целебная кулинария и дары природы. Наступила осень, и, как правило, каждый сезон года нам что-то преподносит свое. Тот или иной продукт, который как раз направлен на то, чтобы поддерживать наше здоровье. И вот сейчас, ноябрь месяц, созрела калина, и мы займемся ее сбором. И ягодки калины интересного такого вкуса, такого с горчинкой. Цвет, как мы видим, красный. Красный цвет имеет особое значение для нашего здоровья, придает организму жизненных сил. И мы соберем ягоды калинки и сделаем из них ряд целебных снадобий, которые будут одновременно и питать нас, и защищать от непогоды. Удивительно, конечно, но матушка природа заботится о нас, предоставляя продукты своевременно, чтобы организм укреплялся, не болел и был здоровым. Ярко-красный цвет колени считается энергичным, возбуждающим силы цветом. Его считают цветом активности, напора, страсти и жизненной силы. Что касается физиологии организма, то красный цвет активизирует работу желез внутренней секреции, органы размножения, с чем и связана страсть, повышает температуру тела, улучшает эластичность мышц и подвижность суставов. Придает нам жизненной энергии, улучшает кровотворение, горький вкус еще бодрит, плюс обладает великолепными противобактериальными свойствами, улучшает обменные процессы, усиливает защитные силы организма, в результате, если мы в этот сезон не пропустим его, а будем употреблять никакие простуды, нам с вами не будут страшны. Лучше всего, как вы видите, не рвать, а обрезать, потому что довольно-таки трудно обрезать веточку колены, а зато ножничками, очень хорошо ее обрезать. Ой, какая веточка! Вот так, так. Всегда, чтобы разобраться в целебных свойствах того или иного продукта, помимо цвета, надо всегда опробовать его на вкус. Интересный, кисловато, горький такой вкус, горький вкус способствует тому, что усиливает обменные процессы, циркуляторные процессы в организме. А любая простуда, это что? Это застой. И всегда применяются такие средства, лечебные, чтобы все это дело разогнать, там водочные компрессы или еще какие-то используются. Семечки. Семечки имеют вид сердечка. Они тоже очень полезны. Отвар семян калины применяют как вяжущее средство. При диспепсии используют этот отвар. И как патагонное общеукрепляющее средство, а также при наличии карбункулов, экземы, аллергических высыпаний на коже. То есть она хорошо подавляет гноеродную инфекцию, тем самым очищая кровь и делая нашу жизнь более полноценной. Калина очень хорошо укрепляет наше сердечко. За счет горького вкуса усиливая процессы в организме, циркуляторные. Лучше движется кровь по сосудам, хорошо укрепляется сердце, и тем самым снижается высокое артериальное давление. Мы с вами собрали калину. Вот она у нас какая красавица. Ягодки вот они у нас какие великолепные. И теперь сделаем несколько блюд, с помощью которых мы будем получать и вкусовые ощущения, а самое главное, с помощью которых мы будем с вами укреплять свой организм, чтобы не болеть ни простудными, ни иными заболеваниями. Плоды калины принимаются как общеукрепляющее поливитаминное средство при гастрите с пониженной кислотностью, а также в целях профилактики язвенной болезни и рака желудка, как слабительное, противовоспалительное, успокаивающее, мочегонное средство при заболеваниях печени, при бронхите и воспалении легких. Смотрите, что можно сделать с калиной. Можно ее очистить от ягод. Как лучше всего это сделать? Мы берем веточки калины, берем вилочку и вот так вот. Раз. Все. Смотрите, веточка остается. Ягодки у нас здесь. Мы с вами сделаем морс. На приготовление морса нам понадобятся, естественно, ягоды калины. Ягоды калины у нас есть. Вода, кипяток, посуда, в которой все это будем делать. И все это смешаем, зальем с вами. Ягодки, которые у нас имеются, мы их в стакан сложим. Вот так вот стаканчик у нас сложились они. Смотрите, сколько у нас получилось. Примерно полстакана. Эти полстакана мы с вами толкушечкой раздавим. Вообще, калину широко используют в питании. Из нее варят кисели, компоты, соки, варенье. Так, подавили, подавили, подавили. Раздавили. Так, хорошенько еще пестиками растерли. Сразу же пошел дух от калины. А, какой горький вкус. Такой специфический, кисло-горький. Сразу же это говорит о том, для чего лучше всего использовать калину. Калину лучше всего будет использовать для того, чтобы понижать кровяное давление. Итак, на такую порцию калины мы с вами должны использовать примерно пол-литра воды. Поэтому все это помещаем в большую емкость. Поместили. Есть. заливаем пол-литрами кипятка. Кстати, а можно сделать и холодный настой калины, который у нас будет называться морсом. Подавили тогда калинку, залили прохладной водой и оставили настаиваться ну, примерно там часика-два. Если же мы с вами делаем теплый, то он практически у нас уже готов. Нам остается просто-напросто его процедить. Процеживаем. Ягодки ушли. И мы с вами имеем морс калины. Пьют по полстакана три раза в день вместо чая. Для вкуса можно сюда добавить меда. И примерно добавляем чайную ложечку меда. Чайную ложечку меда добавили. Все это размешиваем. И получается великолепный напиток, который можно использовать, так как калина обладает противогрибковыми, противобактериальными свойствами. Можно использовать для лечения от разного рода простуд, полоскания горла, укрепления от простуд, от ангин. Особенно сейчас в сырое холодное время года это великолепный будет напиток. Лучше всего его, конечно, будет пить в теплом виде. пробуем. Получился замечательный на вкус, полезный, витаминный напиток. Этот морсик лучше всего без меда, чтобы он был более горький, или же концентрацию сделать более горькую. Можно использовать для лечения гипертонии, а также как профилактическое средство от нее же. теперь мы с вами приготовим другой уникальный продукт, который будет укреплять наши защитные силы. Это калина с медом. Сейчас мы с вами приготовим сок из ягод калины. Для этого обычная соковыжималка не подходит, потому что она не приспособлена для этого. Мы с вами будем использовать блендер. Для этого нам нужны только ягодки, поэтому мы опять берем нашу любимую вилку и очищаем ягодки калины от веточек. Здесь присутствуют определенные фитонциды, которые как раз убивают разного рода грибки, бактерии и прочие ненужные нам микробы, тем самым оздоравливая окружающее пространство. Точно так же калина будет действовать и когда попадает в наш организм. Есть исследования ученых, которые показали, что в 7% концентрации сок калины губительно действует на брюшно-тифозную дизентерийную палочку, а также на возбудителя сибирской язвы. Поэтому, если имеется какое-то расстройство в желудочно-кишечном тракте, то морс из калины будет очень хорошо помогать нормализовать работу нашего пищеварения и устранять все лишнее, ненужное и вредное. Смотрите, мы с вами приготовили вот такое количество ягод калины. Теперь все это помещаем в поместили и теперь мы с вами на блендере все это измельчим. Опа! О! Все это у нас измельчилось. По-хорошему сюда бы можно было добавить немножечко воды, чтобы выход сока, пусть он хоть будет разбавленный, но был бы больше. Поэтому мы сюда добавим немножко воды. Можно кипяточка, можно воды. Берем чистенький стаканчик. Ситечко. можно конечно побольше ситечко. Вот, ну ладно. Жидкую часть пропускаем через ситечко. у нас пошел сок. А гуща, которая осталась, мы ее также выливаем сюда в марлечку. берем марлечку, аккуратненько концы завязываем и начинаем выдавливать. в результате у нас получается калиновый сок, который обладает ценнейшими лечебными свойствами. В 7% концентрации сок калины губительно действует на брюшно-тифозную дизентерийную палочку. Ох, он не кислый, ох, он не кислый. Кстати, вот этим кислогорьким калиновым соком можно полоскать горло при ангинах. Значит, можно пить натощак лучше всего для того, чтобы аппетит у нас был, чтобы у нас нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта. И, естественно, именно вот этот сок, калиновый сок, примерно по столовой ложечке если принимать, он будет способствовать тому перед едой, что будет снижать давление. Если мы хотим сделать такую смесь, которая будет укреплять наш организм, то мы можем на две части, а лучше три части калинового сока добавить одну часть меда. мёда. Всё это размешиваем. У нас получается напиток. Сейчас мы как раз и попробуем, что за вкус нашего напитка. То есть, если мы с вами будем использовать примерно такую концентрацию на две-три части калинового сока, одну часть мёда, использовать как укрепляющее средство для детей, для пожилых людей, для взрослых людей. примерно раза два перед едой. Получается очень вкусный, приятный напиток. Косточки, которые остаются, также не надо выбрасывать. Эти косточки надо собрать, высушить. Их можно слегка поджарить, чтобы они стали такими золотистыми. Потом их можно перемолоть на кофемолке и использовать для заварки в качестве такого кофе будет получаться из калины. Калина, конечно, хороша в свой сезон, когда наступили первые холода. Первые холода слегка горечь убирают из калины. И вот в это время как раз ее и применяют. Я вот решил вместе с косточками, вместе с палочками сделать сначала такой жмых, который я профильтрую и потом у нас получится сок. Кстати, чтобы лучше все отжималось, добавим немножечко воды. Много не надо. процесс измельчения идет гораздо лучше. Потом это все отожмем и получим концентрат и получаем концентрат калинового сока. Теперь нам остается все это просто-напросто отцедить, что в 7% концентрации сок калины губительно действует на брюшно-тифозную дизентерийную палочку, а также на возбудителя сибирской язвы. Протираем, 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 протираем. Итак, смотрите, у нас баночка. У нас имеется сок калиновый. Мы его сливаем в баночку. Вот у нас сколько получилось. теперь добавляем сюда меду. Все. Теперь остается это все размешать. Размешиваем серебряной ложечкой. Размешали, размешали. Ягоды калины с медом употребляют при простуде как успокаивающее средство, а также при болезненных менструациях. Принимать по столовой ложке три раза в день перед едой в качестве профилактического средства для снижения артериального давления, укрепления защитных сил организма и усиления пищеварительных способностей. Пробуем, что у нас получилось. средство с приятной горчинкой. Следует рассказать о противопоказаниях калины. В первую очередь, раз она снижает кровяное давление, то у людей с пониженным кровяным давлением Сок и калину надо принимать очень и очень осторожно Это одно Второе, так как сок и ягоды калины Обладают такой горчинкой Эта горчинка способствует тому, что у беременных женщин может вызвать аборт Поэтому, да, беременных женщин прием калинового сока лучше отложить Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться И помните заповедь древних врачевателей Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством С вами была целебная кулинария, до новых встреч!